I have ways of blowing things up. И я не хочу в нее играть, когда я уставший или просто для того, чтобы записать серию. Я жду тех моментов, когда у меня есть линия силы. В общем, вы поняли, что-то такой музон начался. Найти Анатолия. Я нажимаю там, чтобы выйти. Игра заглючила, бывает такое. Назад я идти не могу, я могу идти только в ту сторону. Вот эти капли на экране, дождь идет, какой-то концертник. Я без понятий, как мы здесь оказались. Мы возле байта? Погоди. А, это какой-то парад. Как мы здесь оказались? То есть, ну вы помните, чем закончилась прошлая серия? У меня было немножечко время подумать о том, что происходит. Мне кажется, мы подхватили какого-то симбионта. Ну, если вы понимаете. Что-то наподобие Венома, не знаю. Это мои ощущения просто из того, что я видел в конце прошлой серии. Что на самом деле произошло, давайте вместе выяснять. Фокси Бургер. Это ж тут мы как раз залазили. Да, это мы были сейчас возле байта. Почему мы были возле байта? Это мы. Люди вокруг костра танцуют. Так, погодите, погодите, погодите. Какие-то глюки начинают. Я не знаю, что произошло, что были из-за глюки. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Я понял! Посмотрите, что там! Такси Я Девушка эта, журналистка Дебайт Мы же стоим вон в подворотне Ооо, жестко накрыло это, кстати Смотрите, воды становится все больше И больше, потихонечку становится морем Ну, я понимаю, что очень часто прибегают к сценам с видениями наркотическими Но здесь это сделано на уровне хотлайна, кстати, ребят Кстати, драгстор Кто Ох, дожьё Вот этот рэшак Кто помнит наркотические приходы из хотлайна Как они там сделаны Особенно, ну, битва с боссом во второй части Отдельный респект Напишите Вы смотрели, играли Как вы познакомились с хотлайном? Давайте теперь обратно к Backbone Офигеть, что происходит Позвони маме, да? Ага Позвони маме Смотрите на эти щупальца Вот и все Больше, больше, больше О! Толя, Толя Анатолий Я сейчас ничего не делаю, если что Ёперес Это если это по-настоящему Если это по-настоящему То Апоптос Третий акт Акт третий пройден Это уже четвёртый акт Мы меняемся Но ничего не меняем Я в своей квартире Время проходит сквозь тебя Ты стоишь неподвижно Ты совсем один Я люблю быть один Мне с этим нормально Тебя никто не поймёт Ты лишь проекция в их головах Я хочу чувствовать Ты больше ничего не чувствуешь Предыдущие версии тебя давно мертвы Каждый день ты умираешь вновь Ты уже почувствовал Всё, что можно было почувствовать Представляю, как она движет меня Она, почему она? Я готов больше не чувствовать Тебя накрывает сильнейшей волной тоски Ты с головой погружаешься Весь ящик Ничто Ничто Ты не можешь дышать Пытаюсь вдохнуть Ты меняешься, но ничего не меняешь И не хочу меняться Каждая встреча с кем-то Может стать последней Больше никогда не произойдёт Больше никогда Больше никогда Произойдёт и с тобой Типа Больше никогда не зрелишь Я снова существую Новая цель Придумать план Пообщаться с жителями лагеря И побыть одному Матрас Пахнет мокрой землёй и потом Где это я? Единственная цель моего существования Дать тебе возможность Гляднуть на себя сквозь меня Я рядом Я всегда буду рядом Смотреть себя Твоё лицо изменилось Твоё тело преображается Ты заста... Застарял В постоянном становлении Застарял Спасибо, перевод Ты не узнаешь себя Но это нормально Попытаться узнать себя В этом теле немного осталось От прежней версии тебя Что-то ещё здесь Пытается ухватиться Эхом отдаётся В глубоких пещерах сознания Я Есть Я есть Я есть Твой крик никто не слышит Кто я Ты это я Я это ты Я есть Ты есть Ты есть Ты есть Да Расфокусировать Посмотри ещё раз Скажи, что думаешь На лицо Шрамы прожитых жизни Шрамы прожитых жизни Выбранных путей И сказанных слов Новорождённая плоть С силой вырвает снаружи Через прорехи Открывает для себя Новые грани твоего бытия Я знаю, кто я Долго это не может продолжаться Загнуть в глаза В твоих расширенных зрачках Отражаются лучи света Падающие через приоткрытый полок палатки Зрачки нестабильны Постоянно меняющиеся сферы Мутного цвета Потрогать лицо Твои пальцы Увязают твои щеки Кожа натягивается И ты отрываешь Маленький кусочек плоти Который тут же снова вырастает Регенерация моментальна Расфокусировать Посмотреть на спину Несколько округлых опухолей Прорываются сквозь твою рубашку Пульсируют Яростно пытаюсь захватить контроль Над твоим Искорёженным Изображенным мешком плоти Послушать Плоти снова говорит Но ты не понимаешь Её языка Потрогать Мокрая Податливая Сальная поверхность Твои пальцы Оставляют вмятины На этой тестообразной Оболочке Что-то внутри них С силой Отбрыкивается Понюхать У каждого Есть свой запах Твой запах Изменился Нечто новое Утягивает тебя В доселе Неизведанные Направления Расфокусировать Посмотреть Чёрт Скажи Что ты думаешь Отойти Прощай Старый друг Увидимся снова Когда небеса Достигнут горизонта Прощай Вот почему Я не хотел Во всё Это вмешиваться Гавчик Ты наконец проснулся Я так переживал Ты два дня От ключа провалялся Где я Под мостом Среди друзей Никто не знает Что мы здесь Что Как мы тут оказались По канализации Пришли от тебя В переулке Нашёл рядом с трупом Но оружия Никого рядом не было Ты валялся В полной отключке Я убил Анатолия Давай поговорим В этом позже Ладно Всё с тобой Будет в порядке Лучше не накручивай Штука Она его убила К чему ты клонишь Эта штука Пронзила его Гувард Ты не виноват Пожалуйста Дай мне помочь тебе Мне так жаль Это всё штука У меня на спине Гувард Успокойся Зараза Ты в порядке Всё нормально Мы вместе Что-нибудь придумаем Я не знаю Что делать Честное слово Давай пока Не будем об этом У тебя ещё Шок не прошёл Я не хочу Сука Блядь Ты голодный Что происходит Тебя очень сильно Лихорадило Ты спал урывками Что это за штука У тебя на спине Что это По-твоему Не знаю А как оно ощущается Оно пульсирует В пастыре правой Я бы и не знал Что оно там Не увидев Всё собственными глазами Какая-то фигня Чувак Как такое произошло У меня проник Организм Конечно У тебя наверное Всё ещё жар Могу помочь У тебя провтыкал Всё чувак Успокойся Кавчик Мы вместе Мы в безопасности Мне нужно выбраться Отсюда Предупредить Её нам предупреждать Нафиг не надо Она нас в это Всё втянула Понимаешь Кого О чём Эта штука Она опасна Тебе язык заплетается Успокойся Может вздремнёшь Мне нужно свежий воздух Успокойся Тут безопасно Я ни слова не сказал Про Рене Я ни слова не сказал Про Рене Откуда ты знаешь Имя Да Ты говоришь А Хорошо Ладно Согласен Я Я не знаю Что делать Слушай Мы попозже Со всем разберёмся Скоро закат Давай лучше костёр Разведём Ходить можешь? Конечно Я пойду На дыбой Немного горючего Не соберёшь пока Растопку Поспрашивай Народ в лагере Где её найти С этим думаю Справлюсь Пока будешь Этим заниматься Осмотрись вокруг Познакомься со всеми Пока что Это твой новый дом Ты не представишь Мне нужно отлучиться Из лагеря По делам Мы вместе Придумаем план Когда я вернусь Обещаю Конечно План Мы что-нибудь придумаем Мы же команда Я о тебе позабочусь Но сначала Мне надо кое-какие дела Утрясти Пособирай веточек Для костра Каменья Только сухие Подбирай Ладно Какой же Трандец Какой же Блин Нафиг Трандец Я знаю Что я могу Поговорить С ними Сухое дерево Не-не-не-не-не Я Я не специально Хотел скипнуть Ну блин Он просто уснул Артефакт Смерть придет За всеми Не стоит Об этом грустить Я не хочу Потом думать Похоже Выбора у тебя нет Конечно У меня есть выбор Ты уверен? Да Интересно Я знаю тебя Как никто другой Но даже Я не могу понять Врешь ли ты Ты мне не знаешь Никто не знает Никого нельзя узнать По-настоящему Особенно Самого себя Пора проснуться Я снова существую Ну это логично Что ветка была Концом сцены Но почему-то Я об этом сразу Не подумал Я хотел Део А так Ты больной Привет Я Део Я Гуварт Это хорошо Больше Этим занимайся Подойди Познакомься Со всеми Никто не любит Отщепенцев Извини Мне кажется Они в своей тарелке Мы тут друг за другом Присматриваем С тобой все будет нормально Если будешь Уважительни Ко всем относиться Я буду очень стараться Мы не просим Меньшего И мы поможем Рад знакомству Пока Пока Сейчас не до допросов Честно говоря Кейси Приветик Я Гуварт Рад познакомиться Привет Гуварт И Кейси Тебе тут нравится Конечно Я с вами поживу немного Ага Извини Пока Прости Я просто Очень устала Конечно Извини Что потревожил Гляньте Какие бэкграунды Здесь Ёлки-палки Игра продолжает Быть На чертовой высоте В палатку Обратно Не погоди Би Приветик Новичок Извини За вопрос Что у тебя У тебя все хорошо Это туба А я тут Гамма игра Не могу говорить Ещё Подудим Кажется Я использую Часто Да и пахнет Неплохо Ларри Ветка Набрал Странно У тебя тут Соседи Рад Что ты с ним Пообщался Как тебя Приняли Нормально Наверное Они не особо Разговорчивые Ты новенький Просто дай им шанс Мы тут Си друг за друг Горой Каждый Уже Достаточно В жизни Горе Хлебнул Надеюсь У тебя не будет Из-за меня Неприятностей Не будет Просто Иди Ся Подобающе Так Если я Подставлю Нюх Я сразу Свалю Как скажешь Я тебе верю Рад слышать Я всегда Недостаточно Ценил тебя Ларри Спасибо Приятно слышать Но Столько всего Изменилось С тех пор Как мы с тобой Общаги Утились Ничего страшного Типа Типа Твои зависимости Твои средни У меня Все хорошо Я взял себя в руки Рад за тебя Спасибо Кофчик Это нелегко Ну я тут как дома У меня есть семья Я не хочу их Подводить Кстати Мне нужно Придумать План дальних же действий Завязывай Это со своей Детективщиной Это добро Мне кончится Спасибо Обалденный совет Я рад Что ты рядом А это Не так часто Случается Но думаю В этот раз Ответ положительный Ну и что теперь Не знаю Кофчик Тут я стараюсь Жить одним днем Тебе тоже стоит Попробовать Не покажь как Слушай Давай этот день Пережим А завтра уже Решим что делать дальше Хорошо Хорошо Ладно Тогда ладно Я не думаю Что нам стоит Налегать на него По поводу О Сори Типа плав Какой плав На что дальше Снова ты 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 Опять Я то Что я есть Ты То что Ты Есть Я Это мои мысли С чего Они сотканы Из электрических импульсов Вызвано Химической реакцией В скользающей связи Отголоски Изменчивого импульса Это не твои мысли Это их Мысли Приготовься Не то Течение Собьет тебя с ног Я готов Никогда не будешь К этому готов Изменения захлестнут Тебя так Когда ты Меньше всего этого ждешь А затем Ты уже изменен Но ничего не меняешь Я снова существую Разбудить Ларри Который час Я не знаю В Незнании Своя прелесть Спать тоже неплохо Я тут немного Поброжу Погоди Можно сначала поговорить Что с тобой случилось И какой у нас план План у нас Так Хочешь знать Что произошло Да Нужно Разделять Горести И труды С близкими Мужик Батвард убивает Граждан Граждан А обезьян Их едят Что Это метафора И они проводят Какие-то совершенно Долбанутые опыты В Наукограде Типа чего Клонирование Понятия не имею Там на меня Что-то напало И сейчас оно во мне Блин Ты же в курсе Что я связался с тебя Ну тут даже я не в силах помочь Что я вообще могу сделать Так Нам нужно как-то рассказать всем А дальше что Даже если тебе поверят Я все придумаю постепенно Как скажешь И готов сделать выбор Что выберешь Сегодня я смогу сделать Только что-то одно Но может завтра Тоже получится Поспрошу своих друзей Кто хочет сделать объявление Я знаю этого Крыса У которого когда-то Пиратская радиостанция была Начну с него Настоящий друг Спасибо Рад помочь Пожелай мне удачи А пока меня нет Походи Пообщайся с народом Помоги там С ужином Я не знаю Я не уверен Что так Ты уверен Что я приглашен Конечно Теперь один из нас Помоги Чем сможешь Пока не будет Хорошо До скорого Новая цель Придумать план Пообщаться с жителями Или побыть одному Подождать возвращения Ларри Попасть на совместный ужин Опоссумы Карла Карла Это наверное тот самый Гувард Про которого мои ребятишки Мне уже все уши прожужжали Мне жаль Что бы приключилось такое Я Нормально Я Карла Это маленькие непоседы Фьюго И Эсма Они всегда рады Новичкам в лагере Ты сама за детьми ухаживаешь Почему он так решил По глазам видно Ты готова горы свернуть Тоже точно Но Папа Покинул их не по доброй воле Что случилось Он умер Бедняжки Могло быть и хуже У ребят Тут большая семья Все нам помогают С таким раскладом Можно сказать Что нам повезло Расскажи о ребятишках Эсма точно станет певицей Она постоянно поет И кстати Неплохо Что до Хьюго То он пока живет В ее тени Но время покажет Я пока пойду Карлу Пока И скажи Если эти двое Будут тебя доставать Они бы и не смогли В какой-то мере Да Кейси Эй Как обживаешься Работаю над этим А? Я не знаю Правда ли мне тут место Понимаю Не просто Хотя кажется Тебе тут место Может все время Я начну так думать Но я быстро устаю Чего ты устаешь? Она ленивец что ли? Называется Синдром хронической усталости Представь что Твоему организму Любимый момент Без предупреждения Может захотеться Срочно вздремнуть Вот А в чем причина? Мы так и не узнали Доктора просто говорили Что мне нужно Взять себя в руки Я тебе верю Если чувствуешь Что ты правда Хе Спасибо Я знаю Но честно Иногда и правда Иногда и правда Приятно Что кто-то думает Так же Сразу вспоминаю Что ты не псих А тебе просто не повезло Как ты отвлекаешься От этого Обожаю загадки Думаю о жизни Замечаю всякое Как тут оказалось Меня уволили Из моего синдрома Не смогла за квартиру платить А однажды На меня Набрела Би И вот я здесь А кем работала? Я была под мастерьем У плотника Мне очень нравилось Работать руками Теперь я лишь иногда Ложки стругаю Скучаешь по работе Нет По дням Когда не уставала Но тут за такое Не осуждаю Так что я могу Спокойно существовать Посидеть с тобой? Конечно Если не занят Понаблюдай за миром Со мной расскажешь Что тебя тревожит Или веселит Дай сначала Кое с чем разберусь Не переживай Еще снюхаемся Когда сможешь Увидимся Привет Привет Говард Как дела? Неплохо Учитываю обстоятельства Хорошо Все же связано Да? Что расскажу В этом месте Хорошие ребята Удаленные Скрытые Чужих глаз Место Я подолгу Тут не засиживаюсь Ну да Здесь нормально Остальное время Не твоего ума Дело Я просто Предпочитаю Быть в курсе Событий Получается Тут все В безопасности И спокойствии Ха Тут все Немного Странненькие Но Совершенно Безобидные Район Бывает Маленько Усколобым Но Он над этим Работает На месте Не совершенно Можем стать Лучше Полностью С этим Согласна Важно Только Поступ Важно Только Поступательное Движение Мне нужно Знать Что случилось С Роуз Как ты О Роуз Узнал Не вздумай Врать Я брехню Сразу Знаю Все тюрьмы Из тебя Выбью Я знаю Маму Флоренс Пообещал Ей найти Любой Ценой Как ты Познакомился С Флоренс Пока Расследовал Деятельность Байта Зачем Ты Это Расследуешь Кто Тебя Нанял Выкладывай Парень Какая Нафиг Напарница По собственной Инициативе Детектив Ну и что Именно Расследовал Кларис Уплавля Что она Делает С девушками Ну тогда Ты фиговый Детектив Чего Я Сопирательница Народ Через стену Переправляю Сразу Все в порядке Клариса Спонсирует Всю операцию Офигеть 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 Остальные Жители Лагеря В курсе Чем Ты занимаешься Нет Не часто Наверное Девочки Пережитают Тут пока Идет Подготовка К их Переброске Ясные Приучены Вопросов Не задавать Ты наивный Слишком опасно Остань Пацан Это Обдуманный Риск Но я ценю Что тебе Не все равно Тебя Кларис Спонсирует У нас Не уговор Да Она помогает Переправлять Народ Тебя Получается Спонсирует Преступник Мне Мне глубоко Плевать Откуда Деньги Пока Я могу Выбираться Выбираться За стену И помогать Несчастным Это ж Фигня Я не Собираюсь Обсуждать С тобой Свои Моральные Ориентиры Нафиг Пошел Если Тебе Что-то Не нравится Так Ты Другим Сбежать Помогла Не так Много Хотелось Бы Это Очень Опасно Насколько Опасно На это Требуются Месяцы Подготовки Контактов У нас Мало Но им Нельзя Много С кем Пересекаться Если Все Это Скроется Почему Люди Хотят Сбежать Сбежать От Предубеждений Насилия Бедности Основан Из Этого Ага Понимаю Так Что Скажешь Тут В городе Тоже Фиганина Та Еще Роуз В порядке Что это значит Она Живая Это Все Что Я могу Тебе Сказать Ты Не можешь Сказать Об этом Флоренс Очень Похотела Но Нет Роуз Никому Лучше Не Говорить Ради Ее же Безопасности Одна Ошибка Все Будет Кончено Хорошо Что Все В порядке А Любовь Спасена Из Этого Гадюшника Уже Большое Достижение Все Что Я Хотел Знать Спасибо Вообще Поговорить Об этом Даже Приятно Я Пойду До Свидания Да У Нас Тот Еще Чел Там Чуваки Сидят На Лавочке Посидеть Одному Давайте Я Еще Немножечко Схожу С Роджером Потрендим Здравствуйте Молодой Человек Роджер Бетти Рад Знакомству Привет Я Говард Извини Если Я Немного Прямолиней Но В чем Причина Твоего Недуга Я Доктора Никогда Ничего Подобного Не Видел Можно Осмотреть Не Уверен Сложно Там Все Рад Слушайте Обращайся Если Понадобится Совет Бывшего Врача За Здоровьем Лучше По Возможно Следить Вы Сами Это Похоже Не Очень Да Я Очень Боюсь Что Слягу С Спиратурным Заболеванием Что Серьезное Нет Нет Ничего Такого Что Не Смогли Б Вылечить Пара Травок И Хорош Сон Могу Помочь Спасибо Тебе Большое А то Мне Так Забот В Лагере Полонарод С Их Запросами У Вас Топидемия Нет Паст Или Ничего Такого Самые Обычные Мигрени Боли Колики До Жалобы Ну И Конечно Неврозы Райана На Тему Что У Него Все Возможны В Мир Болезни Что За Парик Сидеть На Диване Я Б Не Хотел Обременять Своего Сына Медицинскими Поручениями Он Вполне Может Тебе Помочь Давай Его Спросим Ну Да Конечно Так Что Нам Делать Думаю Мне Помогла Чашечка Чая Но Для Этого Мне Нужны Травы Ты Найдешь Их На Пушке Леса И В Нашем Саду Время Травок Сходи Джошуа Вам Пошли На Пушки И В Саду Ну Пойдем Я Честно Не Особо Хотел Вмешиваться В Какие То Чабрец Поручения Но Календула Это Так Что За Фигня У тебя На Спине Хотел Бо Знать Крут Ну Туда Добро Пожаловать Ты Не Многословный Да Мне Это Нравится Не Знаю Может Быть Я Пока Просто Тут Постою Не Говори Папе Что Я Курю Папа Не Знаешь Ты Куришь Я Так Не Думаю Ему Это Не Понравится Чем Тогда Это Делаешь Не Знаю Хоть Какое Занятие Ладно Или Познно Тебя Убьет Конечно Не Пали Меня Пакета Так Я Только Две Травы Собрал На пушке Леса Не Было Ничего Райан Гусь Признает Вас Хоть И С Опас К Терпеливо Смотреть Гусь Пощипывает Хвостовое Перение И Как То И Сказ Нас Посматривает Двигаться И Смотреть В Глаза Гусю Гусь Спокойно Усаживается На Гуску И Начинает Издавать Звук Который Можно Описать Только Как Скрипучее Мурлыканье А вот Просто Сижу С Гусем И И С Протянуть Руку К Гусю Глубоко Заглядывая Ваши Глаза Гусь Протягивает Шею И Подставляет Голову Под Вашу Ладонь Птица Пыхтит От Удовольствия Пока Вы Тихонько Гладите Подлови Сидеть С гусем Созерцать Мир Гуси Тоже Люди И Вы С ними Обращайтесь Со всем Уважением Ачивочка Кстати Пришла С гусем Больше Нельзя Поговорить Би Би-би-би-би Привет Говард Какой прекрасный Сегодня день Рад Что вы так думаете Я рад Что ты рад Разобрался К чему А Слово Совершенно Другая Жизнь Так уж Тут все По-другому Народ И музыка Тут точно Так же Есть Но Маловато Личного Пространства Никогда Не был В коммуне Давай Так Разве Это Не здорово Райан Меня конечно Бесят Но в целом Мы друг друга Уважаем Как Наверное Через Конструктивный Диалог Ты об этом Спрашиваешь Здесь Просто Все по-другому Может Ты еще Передумаешь Не торопись Теб Тубик Раб А Ты про Андрея Давно Он там Живет Пару лет Он просто Однажды Взял И появился На Дудине Ему все Равн Так что Пускай Живет Че же Не пожить Не влияет на Звук Добавляет Какой-то Особенный Тембр Теперь Это Мое Фирменное Звучание Что он Ест О Да Все Что угодно Он вообще Любит Морковку Почему У тебя В тубе Сидит Краб Потому Что Он захотел Домик Побольше Да Кто Эти Краб Вообще Разберет Ладно Не скучаешь По прошлой Жизни Может Немножко Но есть Необъяснимая Причина По которой Я здесь В чем Причина Я пока Не знаю Может Никогда Не узнаю Давно Играешь Сколько Я помню Музыка Часть Меня Как Научилась Родители Наняли Мне Учителя Я его Терпеть Не могла Так что Потом Сама Всему Научилась Мне нравится Когда Те указывают Да У меня Нет проблем С дисциплиной Но я Играю Не за тем Чтобы кому-то Понравиться Я для них Стараюсь Мне нравится Играть Для других Я Играю Для жителей Лагеря Никто Больше Не говорит Мне Чтобы Я добавила Страсти И не Приглашает Поиграть На флете Тет-а-тет В Кримюрки Логично Согласна Я Пожалуй Пойду Север Как Сегодня Старина Не знаю Скажу Хаос Жизни Легко Заметен Глазу Но Редко Доступен Чувствам А Только Что Это Придумали К сожалению Нет Это Гайды Бир Цитата Из Медитации На Современные Медитации На Современные Трагедии Предпочитают Больше Не думать О трагедиях Но Сегодня Ужин Обещает Быть Веселым Всегда Приятно Когда Вся Славная Банда Собирается Вместе У Костра Я Помогаю Хоть Так Что На Ужин Без Понятия Был бы Мой Черед Я Постарался На Славу Но Сегодня Чем Пожертвовали Чтобы Быть Здесь Ой Да Знаешь Все По Классике Куча Долгов Еще Больше Сожалений Целый Воз Ненужного Трепья И Возмутительно Много Книг Что Вы Взяли С С С С С Моя Верная Шляпа Любимые Книги И Чистая Совесть Тоже С Работы Ушли Я Библиотекарем Был Профессиональным Но И Дома У Да Вот Так Я Книги Люблю Почему Уволюсь Меня Заставили После того Как я Начал Выставлять На полке Книги Которые Они Сочли Неподходящими Для Общественного Потребления Заставил Тереть Работу С какой-то Мелкой Цензурой Именно Именно Мой Юный Друг Это Первый Шаг На Дороге К Тирании Перекрой Поток Знаний И Река Перемен Обмелеет Так Что Оно Того Стоило В Принципе Наверное Согласен С ним Хотя Его Жизнь Подшла Под Откос Здесь Связан По рукам И Ногам Я Был Тверд И Незгибаем Теперь Вот Занимаюсь Обучением Здешнего Народа Я Тут Больше Добра Делаю Чем Когда С Бедняков Штраф Издирал Тебе Хотите Библиотеку Создать Я Думал Об этом Хранить Тут Негде Но Чтение Делалось А то И думаю Местным Не повредит Некоторое Просвещение Скажем Так Дружите С Райаном Можно Так Сказать Но Я Был Подал Это Как Наши Взгляд На Мир Столь Же Разные Как И Наши Стили Игры В Карты Похоже Он Принимает Сю Эту Игру В Карты Слишком Близко К Сердцу Райан Который Да Давайте Дружеские Подколки Да С Райана Подколки Сменя Знания Пожалуй Пойду Север Удачи Пока Ну Райан Привет Гарри Приветик Брайан Райан Не забудь Уж Сухой Не хочется Зарубиться Я пошел Давай До свидания Дебил Повторите Еще Раз Ага И Поищу Так Одну Травку Я так И Не Нашел Мне Нужно Полынь Растет Такая Конечно Тут Круглый Год Урожая Что Тебе Нужно Я Помогаю Роджеру Избавиться От Кашля Занимай Себя А Это Его Чай Ну Да Такие Спасибо Вот Сразу Срежу Пару Стебельков Для Тебя Ценю Без Проблем Бро Я Пойду До свидания Заводительная вещь Никогда Не Делать Это Проклятие Опять Он что Не Видит Что Курение Сделало Со Свободы Нужно Уметь Ити На Компромисс У вас Получится Время Ничего Страшного Ха Тел Б Я Тоже Так Думает Но Что Ради Всего Святого Заставило Тебя Перейти К Такому Выводу Убежать Не Так Сложно Он С Вами Остался Что Мне Подскаж Что Твоя Лесть С Подвохом Но Возможно Ты Прав Совсем Не В курсе На Вообще Способны Отцы Ой Мне Жаль Что У тебя Было Трудно Детство И Спасибо Ага Время Попить Чайку Прекрасно Спасибо До Скорого Док Спокойной Ясной Водной Гладью Нависла Маленькая Защитая Пристань Тут Там Раскиданы Рыбацкие Принадлежности Присесть И Окунуть Ноги В Воду Океан Омывает Ваши Усталые Стопы Ваш Взбивчивый Монолог Затихает Смесь Мягким Шелестом Голый Отключиться Что Что если Не хочу Ни с кем Из них Быть Че как Пакет Пакета Посидеть Одному Да Шелест Равы Носят Мысли Высоко Кронам Дерев А ступни Начинают Неленно Прорастать В мягком Суглинке Фигаси Первый раз слышу Такое слово По-моему Я дерево Дерево Тянущееся К солнцу Лисок Принимает Вас Прибивающиеся Через Кроны Тут и там Лучи Солнца Нагревает Вашу Кровь До Самой Нужной Температуры Откинуть голову Позволить Солнечному Свету Танцевать На лице Вы Слышите Как Стрекочет Кузнечки Где-то Рядом И Баюкивающий Щепечет Птичка Стать Слесом Единым Целым Почему мне Опять Показали Пристань Хотя Ну ладно Эйгорд Готов Отужинать Что случилось Кажется Зволнованным Нет-нет Что ты У меня Все в порядке Давай просто Посидим у костра И насладимся Семейным ужином Где Ларри Не скажу точно Он может Позже подойти И часто Он не приходит На ужин Боюсь Это не так уж Не такой уж И секрет Его с наркотиками Долгая история Связывает А я тут вообще Причем Боюсь Это вполне Актуальная проблема Часто такое случается Время от времени Не знаю Раз в месяц Немного Немногие Тут это Поняли Но я бывший врач Я сразу заметил Симптомы Блин Ларри Ты идиот Извини Я думал Ты в курсе Он хорошо Это скрывает Тогда просто Попытайся нормально Поужинать Где он Доставит Деньги Я не уверен Насколько мне известно Он нас ничего Никогда не просил Ничего не крал Давайте уже Просто поужинаем Симптомы 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok